Доброе время суток! Алексей Марченко, Алексеич, приветствуем! Итак, программа «Байки про байки» начинает свою работу. Сегодня у нас радостное событие. Мы с большим удовольствием хотели бы донести до мотосообщества новость, которую Алексеич у нас и огласит. Ну, новость, конечно, скромная. В Питере появилась еще одна интересная организация, называется Ассоциация мотомехаников Санкт-Петербурга, в которую ходят и мотомеханики, и хозяева мотомастерских. Вот так произошло это все во вторник на территории «Форт МФГ». Присутствовали такие известные мастерские, как и «Рок Гараж», и «Мотомакс», и «Форт МФГ», и «Конюшня номер один, но онлайн», «Басмач онлайн», «Артур Ломоносов онлайн». Это который, «Коленвал» идет, да? Да, да. Значит, «Моторанчо». Ну, и мелкие дилеры из Соединенных Штатов, да? Нет, 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 нет. Здесь только питерские, это организация только питерская, питерских мастерских. Ну, почему там еще были Ваня, Мэтт Кастом был, «Адреналин», «Мотет Илье», «Адреналин». Еще кого-нибудь сейчас надо было список взять. Ну, я не знаю. В общем, давай скажем, много, да? Ну, так как организация... У меня был вот «Северный олень», ну, все знают, на «Дилерской», на «Ждановской» работал. Это представитель высокого класса специалистов, работающих в гараже. То есть, как бы, ну... Ну, тоже солидный. Специалист высокого класса, работающий в гараже. Солидный участник этой достопочтенной компании. Ну, и, возможно, и, скорее всего, что ассоциация будет разрастаться, увеличиваться в размерах, пополняться какими-то другими... Конечно, конечно. Просто, как произошло от компании «Ликвимоли», значит, мы это задумывали чуть ли не в январе. Потом компания «Ликвимоли», значит, благодаря там «Ветру» он договорился, что они проведут нам целую лекцию по маслам, там, сделают кофе-брейк, там, снимут помещение. Ну, в общем, это должно было выглядеть очень пафосно. Ну, где-то там за недельку, за две что-то пошло не так, но дата осталась, и поэтому... А дата весенняя, всем нужно работать, у всех завал. Ну, то есть, полгода все сидели, и тут опять началось, как всегда. И, в общем, поэтому многие онлайн, и многие поддерживали, и я думаю, что мы в конце сезона встретимся, а теперь будем онлайн. То есть, создано три таких портала по общению. Это барахолка, это обмен техническими проблемами, это технический чат. И третий чат, значит, ценообразование, клиенты о плохом и хорошем, то есть, просто общение, ну, по существу, по делу, и только Питер, потому что те остальные у нас, они всероссийские. Вот, это все делал Артур Мотоломоносов. Вот, поэтому у нас, мы уже работаем, по сути, уже, как бы, задатки вот этой ассоциации у нас есть. То есть, были, они у нас уже были, и они просто идут в прогрессе. — Реализовались, да. — Да, то есть, он уже назрел, то есть, как Олег Капкаев говорил, почему у нас нет денег на сервисе, потому что рынок еще не вырос. Когда вырастает рынок, тогда и получаются все вот эти движения. Ну, можем считать, что, может быть, у нас уже... — Может, появились, да. — Может, появился у нас рынок, поэтому не просто же так, все не просто в этом мире происходит. — Давай по очереди, значит, три чата, то есть, можно говорить, да, что это, можно сказать, что три направления основных вот этой коммуникации, да, между сервисами, да. Итак, самое первое, это... Я уже забыл, вторая, это техническая, третья клиентская. — Один барахолка. — Барахолка. — Это детали, запчасти, там, у меня болтик сломался, там, полетел. Делал этот болтик в Краснодар и так далее. Там, к Докучаеву, к Виктору, допустим. Значит, другой чат, значит... — Подожди, 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 очень интересно, да, не торопиться. — Мотоцикл, у кого-то появился мотоцикл. — На разборку, на продажу? — Нет, нет, на продажу. Хороший клиент, с ним что-то произошло, ему нужно срочно отличный мотоцикл продать. Но ты всё в кучу мешаешь. — Нет, это всё барахолка. — Это всё барахолка. — Это барахолка. И, допустим, чтобы там выйти на автору, на авито, потом... Есть у вас бесплатная возможность дать одно сообщение. Ты делаешь кучу фотографий, смотришь, оно не вышло. Тебе присылает наш робот, решил, что это не ваш мотоцикл. И поэтому это платное объявление. — Серьёзно? — Да, и то есть у тебя есть бесплатное одно объявление, но ты всё равно плати. И, короче, ты сидишь там, фотографируешь, что-то делаешь. Тут выложил, вот у нас обслуживался, вот заказ наряды, отличный мотик, стоит столько-то. Бах, люди приехали, мне начинают уже звонить. Всё, а это по всей России. Ну, очень удобно на самом деле. — А вот стать и получить возможность в этом счете поучаствовать? — Нет, только мастерские. — Это тоже важный вопрос. У кого есть право? Вот у тебя мотоэм, мастерская, да? Ты там главный командир. Ну, у тебя есть какие-то там заместители, какие-то мастера, ещё там кто-то. Их всех нафиг, да? То есть ты только сам это рулишь. Вот в твоем случае мотоэма. — Что значит я сам рулю? У меня один человек занимается запчастями, второй занимается... — Я имею в виду доступ к этому чату. — Нет, мы все подписаны. Все потихонечку подписались к этому чату, потому что, допустим, что-то знаю я, что-то знает Андрей, мой сын, что-то знает наш там Санёк. — Но имеется в виду, что посторонним туда особо так не попасть, вообще не попасть. И не надо, да? — И не надо. Там такой разговор идёт, что человек, который читает, о чём идёт речь, берёшь манифолд, берёшь ещё что-то, потом это вставляешь туда-то, и ты там... — То есть ты читаешь, ты понимаешь, да? То есть это чисто техническая такая штука, что это чисто для механиков. Просто там идёт такой сленг, что никто, нормальный человек, не поймёт, о чём вообще... — Это вот этот чат, который называется «Условно мотобарахолка», да? — Нет, нет, это уже я про технические сейчас рассказываю. — А, хорошо, давайте... — Барахолка — это чисто продажа деталей. Но там тоже есть эти штуки. — Ну... — Не, есть в интернете на автору, есть, допустим, «Харлеевская барахолка». Она там отлично работает, там сидят все, со всей страны. Вот, здесь продают те чуваки, которые некогда этим заниматься. Вот у него здесь есть несколько коробок, он знает, что у них есть. И он дома пьёт чай, хоба там, да, есть, отошлю, да, приезжай, там, ещё что-нибудь, столько стоит. Это намного мобильнее просто. — Угу, 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 угу. Хорошо, это была «Мотобарахолка», да? Теперь к технической части, если переходить, какие вопросы там можно обсуждать? Есть ли какие-то ограничения или наоборот? Что там? О чём там речь идёт вообще? О «Харлее»? — Всё, что угодно. Но почему-то... Почему-то больше вопросов про «Харлеев». Ну, вот как-то так сложилось, почему-то больше всего про «Харлеев». Вот. Не могу понять, почему. Ну, про «Харлеи». И там любой вопрос, ну, допустим, мы все знаем, то есть, я давно рассказывал, что такое отличается мастерская плохая от хорошая. Ну, как бы, или... Да, не так. Чем старше мастерская, тем у неё больше друзей. И если какая-то проблема, ты обзваниваешь друзей, если у тебя друзья не могут решить, ты обзваниваешь друзей в Европе. Да, в Европе, если они не могут решить друзей в Америке, обзваниваешь, и всё равно находишь эту проблему и делаешь её. А, допустим, мастерская, которая вчера открылась, у неё нет столько друзей, ей некуда обратиться. Она не знает, как этот вопрос решить. И вдруг она попадает в этот чат. Раз, и такой общий мозг решает эту проблему. И все высказывают своё мнение. И он сидит около мотоцикла и проверяет эти события. Бак, говорит, да, Палашок, молодцы, правильно, спасибо. То есть, кто-то не может починить какую-то вот... А кто-то с этим сталкивается, да? Да, а кто-то говорит, я сам молодец, мне эти ваши мотоассоциации мотоциклистов не нужны. Я сам сусам, и пошёл шестой месяц, как он не может найти этот датчик. Ну, а получается, что это совершенно не коммерческая история, это просто обмен информацией, да? Нет, это облегчение. Здесь вообще с бизнесом мало что связано. Просто зачем чесать левое ухо правой рукой, когда можно просто упростить? Ну, за счёт сэкономленного времени, за счёт вот этой мобильности, можно сэкономить какие-то денюжки. А сэкономленные деньги, это и есть прибыль? Ну, да, логично, да, действительно, да. Хорошо, есть предложение небольшую музыкальную паузу сейчас задать, а потом мы перейдём к любопытному третьему чату, в котором мы можем для самих себя... С первого сразу к третьей, да? А ну давай ко второму. Нет, ко второму лучше. Итак, ещё раз повторимся. Во-первых, Алексей Марченко в эфирной студии. Один из учредителей, можно так говорить, новая ассоциация... Мы там все учредители, ну, в общем, просто член. Да, замечательный член, красивый член этой самой ассоциации мотомастерских Санкт-Петербурга. Значит, там есть три внутренних чата, о которых мы сегодня немножко говорим, да? Значит, первый чат барахолка мы примерно обсудили, да, у кого какая там запчасть, чего там, вот. И там можно всегда выложить какой-то вопрос-запрос, и ребята, участники этого чата, если могут, то помогают. Ну, я так понимаю, и ты, наоборот, помогаешь в свою очередь, да? Второй чат — это как раз чат по техническим вопросам, когда ты не знаешь, как вытащить этот винтик, или как вставить этот болтик, и так далее, и так далее. Тоже там идёт обмен советами техническими, правильно? Да. И третий чат — это как раз чат о непосредственно клиентуре, что, мне кажется, весьма важно, и, может быть, даже вообще является самым важным и главным, потому что там будет вестись некий такой, ну, не знаю, список, не список, и клиентов, которые повели себя нехорошо. Да, там будет список мото-механиков, и ихний рейтинг, насколько они большие специалисты, что очень важно, потому что, ну, у нас будет какая-то база механиков, которых мы можем брать на работу, которые уже где-то работали, себя проявили в хорошем плане. Также тенденции всероссийские и петербургские по клиентам, что они хотят, что в этом году они хотят, что в прошлом, мониторинг, там, в этом году пошли крэш-бары, в следующем году, может, пойдут, там, опять не запхендеры, в Z-бары, рули, а может быть, что-то изменится, то есть вот эти вопросы. Естественно, кто-то мухлюет и химичит, и ведет себя нечестно, мы должны все знать про эти случаи и обмениваться, просто чтобы... Ну, взаимно обезопасивать друг друга, вот так можно сказать, да? А скажи мне, пожалуйста, вот эти клиенты, которые могут себя повести нехорошо, устроить скандал на ровном месте, там, и так далее, насколько часто это встречающееся явление? Часто это где-то один процент от всего оборота людей, которым что-то не нравится, вот, и многие, ну, как немногие, вот, из этого процента есть люди, ну, неадекватно себе ведущие, поэтому, естественно, когда он приезжает в другую мастерскую, и эта уже информация есть, то человек просто, хозяин мастерской уже себя ведет. То есть он уже предупрежден. Да, соответственно, это ни на что не влияет, просто человек знает, как с этим человеком себя вести, вот и все. То есть ведет уже правильно, то есть где-то там был какой-то... Предоплату взять, например, или там пока все не заплатил, ну, и так далее. Ну, я думаю, что это, как бы, коммерческая тайна, или как это называется, внутренняя наша эти... Ну, коммерческая, да, получается. Внутренняя наша, мы сами там решим, как этим с этим делать, это не значит, что человек не может ехать в другое место, просто, скорее всего, в этом месте будет уже правильное условие для него. Ну, то есть мы ориентируемся на всех нормальных, как бы, людей, но есть люди, у которых что-то повышенное, что-то пониженное, поэтому сразу уже подходишь с другими критериями, и тогда все вообще сходится. И этот человек обслуживается десятки лет, ну, просто ты знаешь, то есть, что подход нужен быть вот такой. И все нормально, все работают. Просто в одном сервисе не состыковалось это. Они думают, что клиент должен быть такой, а он вот вот такой. Вот. Информация прошла, уже встретили, методику вообще не поменяли, и все, чудные люди. У меня такой... Я думаю, что за ужас, наверное, уже не надо с этим человеком общаться. Такое. Приезжаю, значит, забираю этот мотоцикл, нормальный человек, но почему-то по телефону он говорит, как вообще ужас какой-то. Нормальный человек, вообще отличный, блин, столько лет обслуживается. Думаю, блин, вот так вот можно по одному только голосу, ну... Составить неправильное пищевание. Да, поэтому ни в коем случае, ни по росту, ни по весу, ни по ширине, ни по словам... Ни по цвету кожи, как в Америке, да. Да, только в результате общения ты понимаешь, какой этот человек. Все люди на самом деле уникальные. Нужно подобрать настоящий ключ. И у нас у всех есть сколько-то плохого, сколько-то хорошее. Пользоваться нужно только хорошим. И тогда легче становится. Дай бог, чтобы получалось, да. Слушай, ну раз такая идея, в общем, очень действенная, правильная, почему она родилась только сейчас, когда ты уже убеленный сединами уже, и остальные такие же. Почему? Ну, где вы раньше были? Это система открывающейся дверей. По-моему, Игорь Иванович это тоже говорит. Но это все знают. То есть ты... Когда эта дверь закрылась, открывается следующее, следующее. Невозможно родиться и сразу ломануться в сто дверей, проскочив эти. То есть ты сперва проходишь один этап, другой этап, третий этап. И потом, когда вот уже вырастают... Ну и так же и все это сообщество механиков тоже подходит, подходит. И потом, да, вот это надо все. Раз пошло. Давайте поговорим о плюсах вот этого объединения. Что это может еще дать? Потому что просто сайты это хорошо. Это, блин, шаг уже большой. Но есть еще некоторые плюсы. Давай-давай, конечно. Вот, например, допустим, вы решили купить масло на сезон. Может его хватить на месяц, может на неделю. Ну, там, хотите тонну. Обращайтесь в компанию, которая производит масло. Мне нужно мотоциклетное масло САИ-50. Вот, сколько мне дадите скидку? Ну, система же такая. Ты... То есть на рынке масло стоит 1000 рублей, к примеру, да? Тебе дают его за 800. 200 рублей, допустим, прибыль. Ну, я условно. В разных компаниях по-разному. Вот. Ты не можешь продавать за полторы. Потому что все продают за 1000. И не можешь продавать меньше за то, что ты купил. Потому что ты останешься без штанов. Можешь деминховать в этом размере, сколько хочешь, зарабатывать меньше. Все. Вот такая вот. И поэтому у тебя скидочка, допустим, 200, да? Но когда у вас 100 мастерских, к примеру, и даже если они откажутся, допустим, 30 или 40 согласились купить по тонне, скидка на 40 тонн, как, ты думаешь, тебе будет больше же, чем на одну тонну? Ну, уж, конечно. Вот и все. Вот. И мы, значит, от мото... Ассоциации... Мотомастерских. Мотомастерских. А как есть аббревиатура какая-то? Мам. Мам. Мото. Ам. Ам. Ассоциация мотомастерских? Да. Ам. Аммэ. Аммэ, да. Ну, короче, понимаете, да, к чему я клоню? Да, 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 конечно. Даже просто мелочь. Но это может касаться чего угодно. Можно заказать там, не знаю, тысячу сцеплений, правильно? Каких-нибудь. Да, да. Мы можем заказать в Америке не 10 сцеплений на свою мастерскую, а тысячу. И там тоже дадут охрененную скидку. Там же тоже у них, чем ты больше заказываешь, тем больше скидка. Это везде так. Вот. Поэтому, ну, экономия колоссальная. Даже вот просто мелочь. Вот просто мелочь. У кого-то есть резина в другой мастерской. Как ее доставить? Все сидят, работают, все с гаечными ключами. Начинаешь вызывать такси, отправляешь туда такси. Значит, такси кладут, это колесо, оно едет сюда. Короче, полный дурдом. А когда у нас есть такая организация, мы берем на всю организацию одного курьера. И он мечется между мастерскими, туда поехало наше сцепление, обратно поехал радиатор, туда поехали колодки. Там из Автопитера повезли, там шлем кому-то приспичило. Там сделали номер, курьер привез номер, мы тут же его установили, пока масло меняем. А так, в каждой мастерской держать себе курьера, это может быть мотоциклист-байкер, это может быть велосипедист, это поддерживающий байкер, это может быть скутерист, потом это может на самокате ездить. Это просто вот мелочи, но они же облегчают. Или, к примеру, у меня сейчас лежит куча резины. Резину выкидывать в мусорный бачок нельзя, ее нужно везти на завод утилизационный, он находится за городом. И чтобы забить целый автобус, чтобы это не зря было, чтобы я бензин солярки не сжег, нужно, чтобы был целый автобус. Целый автобус это пол мастерской. И вот я сижу сейчас, говорит, ну давай уберем, уберем, ну и что я пол автобуса, бензин же столько сожрется, времени я убью столько на поездку туда-сюда. А так мы раз в чате, у кого есть резина, все, я заехал к Мотамаксу, потом заехал, блин, к Адреналину, потом заехал у себя, погрузил, с одного взял 200 рублей, с другого взял 500 рублей. Это я про себя говорю. А когда это наладится, мы просто заказываем мотоэвакуатор, там, Паша Мотовоза или Мотохелп, или, ну, и он просто вместо того, чтобы везти мотоцикл, пошел дождь. Мотоциклы не едут, не падают, везти некуда, есть время. Он говорит, парни, есть время, я сегодня у вас забираю резину. Резина принимается бесплатно, поехал, только на бензин. Нам скидываемся по 200-300 рублей, и у нас мастерская каждую неделю пустая. Классно же, почему мы это раньше не делали? То же самое с маслом. Есть мастерские, которые сидят в гаражах, и которым нужно масло, чтобы отапливаться. Если выясняешь эти мастерские, с мастерских собрали масло, отвезли к ним, они всю зиму сидят, отапливаются, а не сдаешь за деньги в утилизационную компанию. Вот такие вот ерундовые мелочи, они облегчаются. Но они со временем могут сложиться в хорошую такую экономию. Зачем нам каждому держать в каждой мастерской по бухгалтеру и платить ему деньги? Там простая работа, подать декларацию и пересчитать все. Скинули данные одному бухгалтеру, она потыкала, все сдала и получила чуть больше, а мы сэкономили все каких-то копеек. Классно, у нас есть всякие проблемы юридические. Зачем нам каждого подкармливать своего юриста? Сделали байкера-юриста, который все вопросы юридические нам решает. Много всяких бывает вопросов, зачем тратиться. То есть все, сэкономили, сэкономили, заработали. Плюс... Что у нас еще? Ну, неважно. Главное, что наша организация не политическая. В никаких политических структурах мы никуда не вливаемся, никуда не лезем. То есть там в Госдуму, Совет Федерации. Не лезем в бюджет города, ничего не просим. Единственное, что мы от власти попросили, это сделать нам мото-механиков. Это настолько длинный проект. Это обратиться в Госдуму, чтобы нам сделали ПТУ, институт, подготовили специалистов по производству мото-механиков. Ну, это какой-то фантастический трэш. То есть... Ну, это можно. Это можно. Но это когда-то свершится, в конце концов. А сейчас надо решить, что с этими механиками делать. То есть клиенты приходят с такими претензиями, что как будто у нас здесь дилерская мастерская, работающая 100 лет, с огромным институтом, который выпускает профессоров по ремонту. То есть у нас такие требования. То есть должно быть все просто идеально. А то, что нет ни одного профессионального механика, нет учебного центра, который их обучает. И нет такого места, где бы он чему-то научился. Он у себя научился в гараже, пришел. И если что-то он сделал, и куда-то мотоцикл поехал, это счастье. А все думают, что о, какие они козлы тут. У них зарокрутили гаечку, елки-палки. Ничего страшного. Ничего страшного. Байки про байки и про байкеров. От Алексеевича. Мото-М. Ну, я предлагаю по твоему предложению, да, перенесем договорение. Нет, продолжение освещения тематики мам-м-м. Мам-м. Ам. А-а-ам-м, да. Ассоциация мотомастерских, да. На следующую программу есть о чем поговорить. К тому же через неделю уже будет уже какое-то понимание, может, каких-то нюансов уже придет и так далее. Может быть, количество участников. Да, мы завтра как раз на день рождения будем. У Басмача? У Басмача на открытии. И там мы еще. А ты будешь? Да, мы там еще как раз продолжим это обсуждение. Вот уже непосредственно со Славой там пообщаемся. И уже на следующий раз у нас еще что-то появится. Потому что у каждого есть тоже свои интересные эти файлы. Понятно. Так, ну тогда, тогда все. На сегодня все тогда. И переходим к приключениям, которые всегда в этой программе замечательные. Байки про байки и про байкеров. От Алексеевича МОТО-М Шепольска Несгенела. Так говорят, да? Да. Мы сейчас поговорим о дороге из города Кошиц вдоль украинно-белорусской границы по территории Словакии и Польши. Значит, если вы выехали с города Кошиц, красивейший, старинный средневековый городок... Вообще Польша очень красивая. Не-не, это... У нас проблема сейчас с чехами, а это Словакия. Словакия. Да. А я вообще про Польшу. А не раньше. Не, а это граница с Польшей. Это буквально там 20-30 километров. Вот. И когда ты едешь по этой холмистой местности из города Кошиц, то на повороте... Ну, то есть ты едешь, и там замок разрушен, и там... Ну, вообще, это Чехия, она такая страна замков полуразрушенных, таких суровых, таких интересных. И ты едешь, наслаждаясь, видя эти все замки. Особенно, я не знаю, сколько в этой Словакии этих замков. Ну, это просто ты... Я по одной дороге ехал, вот такой лево-право, слева-справо. Такое ощущение, что они больше ничем не занимались. Вот. И, значит, там один замок посмотрел, второй замок, и тут раз. И ты нарываешься на такой изумительный монумент. Немецкий танк, легкий, в немецкой раскраске, с крестом, значит, едет в сторону Украины. Ну, то есть России. Ну, в смысле, развернут как бы туда, да? А навстречу ему едет Т-34 и наезжает на него как бы с холма, наскакивает. И вот, значит, два танка такие слепившиеся. И, короче, ты когда на повороте поворачиваешь, думаешь, опа, вот это вообще... Это надо сфотографировать. Это надо сфотографировать. Ты останавливаешься, значит, и там целый, значит, плакат этого боя. То есть это было большое, очень танковое сражение. Ну, не знаю, может быть, второе, может быть, третье по уровню после Курского сражения. Но там был танковый бой, вот в этих Карпатских горах. И нарисовано огромное количество вот этой техники. Но почему-то все на английском языке. То есть почему-то на русском нет. Есть на словацком и чехословацком, и на английском. Но ничего страшного. Зато там все честно написано, что немцы стояли здесь, русские танки освобождали, значит, от немцев. Ну, то есть там вот это все нормально написано. И, короче, я сколько раз там проезжал, я все время это фотографировал. И это невозможно остановиться. Ну, вообще вид потрясающий. Вот. Но самое интересное, ты едешь дальше, и через 10 километров ты въезжаешь в Польшу. И там тоже есть музей, прямо на границе есть музейчик. То есть заборчик. Ты входишь в забор, и там стоят наши Т-34, Катюши. И вся наша техника Второй мировой войны с закрашенными звездами. Причем их не спилили, а их просто закрасили. И они все зеленого цвета, и все бесцветные. То есть некоторые оккупанты без символики захватили Польшу. То есть музей переименовался освобождение Польши в музей, типа... Сопротивление Польши. Чуть ли не захвата, второго захвата Польши. Ну, в общем, я долго слушал экскурсовода. Я по-польски каждое третье слово понимаю, а остальные только чувствую. Вот. Но не очень как-то, не очень мне понравилось. Вот. Но шлем я не снимал на всякий случай. Вот. Ну, чтобы если что... Нет, все нормально. Но вот это... Нет. Люди, кстати, потом я с ними поговорил. Они говорят, да мы все это понимаем. Ну, такая тема. Вот. Это пропаганда. Люди нормальные. Пропаганда, она у них такая. Вот. В общем, я хотел расстроиться, но не получилось. И дальше уже... То есть я поставил навигатор так, чтобы проехать по дороге как можно ближе к границе. Не, не из-за того, что я хотел стать диверсантом и запрыгнуть к себе домой как можно быстрее. Я ехал упорно к контрольно-пропускному пункту Брест, только со стороны Польши. И вдоль всей Беларуси велась, значит, идет такая потрясающая дорога. Но самое главное, рада, самое главное, то есть там есть маленькая бензоколонка. Там у них такой орел. Орел есть в Польше. Приличные бензоколонки, но только орел. Как у нас таких нет. И у них всегда есть заправщики, они заправляют. Там вообще вот до самой Греции, все вот эти вот Венгрии, Румыния, Болгария, там всегда стоят заправщики, они тебя заправляют. Ну и в Польше такая же тема. Единственное, что там всегда можно на бензоколонке курить, а в Польше нельзя. И, значит, он заправляет, и там что-то стоит, говорит, ну как нас, красиво в Польше? Я говорю, ну как красиво? Ну как в Польше? Так себе. Но он такой говорит, ну красивее же, чем у вас? Я такой, я сразу понял, о чем он хотел. Я говорю, я понял, о чем пропаганда. Я понял. Я говорю, а ты сам-то был когда-нибудь в Питере? Он говорит, блин, меня мама в 6 лет возила. Но я, говорит, ничего не помню. Я говорю, съезди. Ты сильно удивишься. У нас, говорю, ничем не лучше, ничем не хуже. У нас все так же. В некоторых местах получше, некоторые похуже. Но разницы, я говорю, я не вижу. Я проехал, говорю, до Греции, нету разницы. Везде такие же люди, везде такие же асфальты, везде и здесь немножко мусора есть, и здесь немножко нету. Я говорю, вас тут это, ну типа зомбирует. Ты этот, не волнуйся. Он говорит, да. Блин, я подумаю. Короче, заправщик уговорил ехать в Питер. Не знаю, может, когда-нибудь и приедет. Вот, и дальше, значит, еду. Дорога выглядит так, значит. Ну, вообще, польские дороги, они же как строились? Они же узенькие. Да, они же как строились? То есть, как можно понять, когда по большому полю идет дорога, делает вот такие движения? По деревьям? И вокруг, значит, вот насажены деревья, вот эти дубы. Да, да, да. Если что-то с тобой случилось, ты не можешь проскочить. Ты вряжаешься, и поэтому на каждом дереве крестик, то есть, убился. Убился, убился. Я все время ездил 10 лет из Берлина до Питера на машинах туда и обратно, блин. И у меня все время поражает. Сейчас хоть там чуть-чуть сделали автобанщиков, но так до сих пор она не очень автобанная такая страна. А тогда вообще... Но это чтобы танковые армады не могли быстро Блицкригом... И потом, когда у меня появилось уже немножко свободное времени, я смог почитать. И тогда все выяснилось. Значит, было воеводство. Кто-то себе, значит, в этом воеводстве, у него такая земля, другая, значит, такая. И, естественно, дорогу надо строить на границе. Потому что... Почему? Значит, если... У них такая традиция была. Если, значит, ты везешь телегу, и у тебя упал мешок на правую сторону, то, значит, это уже не твое. Это уже собственность этого воеводства. А если на левую сторону, то собственность этого. Поэтому старались, чтобы ничего не падало. Поэтому за этим караваном всегда шел какой-то представитель одно и другое воеводства. И так... Ага, так, теперь это все наше там. Все. Смотрел, как упало. Все не поднимать. Это наше, да? Да, да, да. Ну, короче, какая-то такая интересная история. И поэтому вот эти дороги, они вот такие-то извилистые. И вот, значит, я еду по такой дороге. Только это совсем старая, видно, дорога. Она совсем узкая. То есть вот мотоцикл. Отлично. Если попадается машина, нужно прижаться прямо к дереву. И, короче, это, короче, деревья, они над головой. Они уже как бы срослись над головой. И получается, ты едешь в таком неком туннеле. А самое интересное, что ты, когда едешь по этой дороге, вот эти полу такие, ну, не очень богатые дома. И стоят пограничники. Пограничники стоят на таких дрищовеньких мотоциклах. Ну, кстати, у меня такое подожрение, что это чуть ли не дизельные мотоциклы, специально разработанные для военных, которые заправляются и дизелем, и бензином, и спиртом, и ацетоном, и растворителем. Лишь бы горело, да. Да, то есть есть такие мотоциклы. Но они выглядят дрищовенько, но они очень с большим крутящим моментом, очень сильной компрессией. В продажу не поступают. И вот я, когда начал изучать эти мотоциклы, вспомнил, что очень похожи. Может быть, я не знаю. Говорят, НАТО вот такие, сейчас заказы делают на такие мотоциклы. Да, да, да. Ну, вот, короче, это, вот что-то связано с НАТОцами. Это такие дрищовенькие мотоциклы, которые, как бы, неубиваемые. Вот. Ну, выглядят они смешно. Значит, они вдвоем на одном мотоцикле ездят. Вот. И они очень часто стоят на этой дороге. Она, значит, с такими листьями. Это все такие дубы. Ты едешь в таком туннеле. И сбоку видна вот эта какая-то следовая какая-то полоса, какая-то колючая проволока. Я думаю, сейчас нас все-таки накроют. Сейчас. И каждый раз, когда я подъезжаю к этому, значит, а они просто стоят у дороги. У них, значит, такая палка, белый круг, и посередине красный такой этот кружочек маленький. И они такие стоят. И на меня с таким этим... А у меня триумф. Этот Рокет-3. И на нем ничего нету спереди. Знак номерной сзади. Вот. И я еду такой, с ними такой, здравствуйте. Они такие, здравствуйте. Здравствуйте. А что на этот... Как отличить поляка от русского в шлеме? Шлемы такие же, мотоциклы такие же, блин. Лица такие же. Ну, они здороваются со мной. Я с ними здороваюсь. Здравствуйте, панвоенный. Да. Я проезжаю дальше. Видно, когда они видят номер русского, они такие, блин, вот там и... И когда уже десятую такую тусовочку я проезжаю, думаю, блин, что-то мне сегодня прет. Но я сильно очковал, что кончится это все каким-нибудь полицейским или таможенным этим. И часов на шесть, на восемь со всякими отпечатками пальцев у меня там где-нибудь... Ну, захотелось адреналина. Получил. Повезло. Но не советую экспериментировать. Вспотел сильно. Но самое смешное в этой истории было то, что я выехал в десяти метрах от уже польского шлагбаума. Вот. В которой стояла неимоверная очередь. А, ты как бы сбоку ехал, да? И я как будто бы въехал без очереди. Потому что вся очередь там в шесть рядов стоит с левой стороны. А я, значит, выезжаю и сразу подъезжаю к шлагбауму. И все на меня смотрят, а этой дороги не видно. То есть есть деревья, и вот они вот так вот стоят. И как будто там, ну, стена лесная. И тут, значит, пробираясь сквозь деревья, такой человек со шлемом, такой с камерой. Такой раз и выезжает, блин. Я, кстати, снял этих полицейских пограничников с такими лицами. И, короче, да. И этот, подъезжаю к шлагбауму. Смотрю, бежит такой какой-то пограничник со злым лицом. И там, типа, все, кирдык тебе, ты там это, что, как, зачем, ты почему без очереди. Я думаю, ух ты, как интересно. Я говорю, как без очереди. Вот я выехал с этой дороги, заехал сюда, вот проехал. Куда мне еще? Мне что, по встречке ехать назад? Я говорю, вы же меня посадите в тюрьму за то, что я нарушил правила. Я говорю, а чтоб не нарушать, я сюда поехал. А как ты там проехал? Это же пограничная дорога. Я говорю, у меня навигатор, он ничего не пишет, что это пограничная дорога. Он, говорю, ведет. Я написал, ближайший, самый короткий маршрут. Вот, вот, хотите, накажите его. Он говорит, ладно, заезжай сюда, проходи без очереди. Все нормально, все. Зуши, ну, это история со счастливым концом, получается. Хорошо, что конец был счастливым. Напомню, почем бензин, почем еда в Польше? В Польше очень гуманная, очень хорошая еда. По-моему, вкусная. Я люблю очень польскую. Я вообще еще с тех времен полюбил этот польский кофе. Немножко надо поплевывать. Тогда у них не было кофейных аппаратов. Они просто в чашку насыпали две ложки, заливали кипятком, сахар размешивали. И получалось кофе. Это называлось кофе по-польски. Паша адреналил, я его научил, он до сих пор так пьет. Зачем мне кофеаппарат? Говорит, немножко поплевался. То есть просто молотый кофе? Да, нет, ну сейчас у них уже все есть, это все отлично. Вот. Очень люблю фляки, за что меня жена очень ненавидит. Это такой, типа, а-ля хаша. Это, знаете, это еда такая после похмелья. То есть это из желудков сделано, из потрохов. Да, потрохов. Она такая кисловато, насыщенная. Но мне очень нравится, я не знаю. Ну и вообще все остальные там блюда польские мне очень нравятся, я не знаю. Бензин там, ну, один доллар стоит. Бензин дешевле, чем в Испании, Италии, Португалии. То есть бензин нормальный. Гостиниц у них всегда много. Они всегда недорогие. С людьми очень странно. В одном месте тебя хорошо принимают, в другом месте они корчат из себя каких-то ненавистников России. Ну, в итоге все нормально. Ну, очень много в отелях работают украинцев. Причем они в польских отелях к русским относятся лояльно. Слава богу. А самый красивый город польский? Все-таки Краков? Или Варшава? Нет, ну что ты? Какая Варшава? Нет, наверное, из тех, которых я был. Там наверняка есть и покрасивее. Из тех, которых я был, конечно, Краков. Ну, там есть и много очень других городков. Очень симпатичных, старинных. Там всякие бытгощи такие есть. Там есть город-крепость такой, прямо такой замок. По-моему, бытгощи-то и есть. Зелена Гура. Там, кстати, есть наш член мото-клуба Ленинград Чаптер. Там Роберт. Если он слушает, большой привет. В поляке, вот я помнишь, он рассказывал, как он нам помог с мотоциклами, с польскими. То есть, не, если бы не пропаганда, мы бы дружили этими странами очень хорошо. Большое спасибо. Байки про байки с Алексеем Марченко на Моторадио. До следующего четверга. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова